ВСУ продолжают наступление возле Сватова, а оккупанты атакуют у Бахмута и Авдеевки, карты. Украинские военные продолжают контрнаступление в Харьковской и Луганской областях. В свою очередь, оккупанты занимают оборонительные позиции на севере Херсонской области, теряя живую силу, и атакуют населенные пункты вокруг Бахмута, Авдеевки и к западу от Донецка. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Института изучения войны, ИС. Линия, Оскол. Крименная. ВСУ продолжали контрнаступательные операции из Харьковской области в направлении Сватова. Окупанты продолжили обстрелы Купянска и ближайших населенных пунктов. Российские войска продолжали плановые артиллерийские, авиационные и ракетные удары на востоке Украины в районе Харькова, Богодухова и Изюма. При этом российские оккупанты продолжают нести потери личного состава в Луганской области. Так, 8 октября Генштаб Украины сообщил, что российские войска доставили 300 раненых в госпиталь в Луганской области. Херсонская область По данным ИС, 8 октября, российские войска продолжали занимать оборонительные позиции в Херсонской области. В ОК Юг уточнили, что российские силы продолжают обстреливать районы вдоль линии соприкосновения, чтобы предотвратить продвижение украинских войск и приступили к созданию новых рубежей обороны в Береславском и Новокаховском районах. При этом ВСУ продолжают консолидироваться вдоль линии фронта в районе Давидова-Брода и Малой Александровки. Также сообщается о продолжающихся боях к северу и северо-западу от города Херсон, вблизи украинского плацдарма на реке Ингулец и к северо-востоку от Береслава, 8 октября. Генштаб Украины сообщил, что ВСУ отразили атаку российских войск в 20 километрах к северо-западу от города Херсона. При этом российские войска безуспешно пытались продвинуться в районе Давидова-Брода и Малой Александровки. При этом ВСУ продолжили операцию по перехвату войск в Херсонской области для поддержки южного контрнаступления. Украинские войска нанесли удары по трем скоплениям российской живой силы и техники, а также по логистическому пункту в Береславском районе. Также украинская авиация нанесла удары по российским системам ПВО в Береславском и Каховском районах. На геолокационных снимках видно, что украинские силы, вероятно, нанесли удар по пяти хранилищам ГСМ возле Киселевки Белозерского района. Сообщается, что украинские силы сбили. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Российский беспилотник «Орлан-10» в Береславском районе. Донбасс. Российские силы продолжали наносить удары по всей Донецкой области 8 октября. Генштаб сообщил, что ВСУ отразили российские наземные атаки на Бахмут и вокруг него, в районе Белогоровки, Бахмутского и Красной горы на севере, а также Майорска, Зайцево на юге. Украинский генштаб также сообщил, что украинские силы отражали наземные атаки российских войск в районе Авдеевки, в районе Первомайского, Веселого, Каменки и Невельского, а также в западной части Донецкой области, в районе Победы, Красногоровки и Новомихайловки. Текст озвучен с помощью Яндекс Спич Кит. Текст озвучен с помощью Яндекс Спич Кит. Украинские силы, вероятно, наносили удары по железнодорожным станциям в тылу России, в Донецкой области, 8 октября. В частности, ВСУ нанесли удар по железнодорожной станции в Иловайске Донецкой области, повредив три цистерны с дизельным топливом для поездов и техническое помещение станции. Напомним, ранее появилась интерактивная карта, показывающая успехи ВСУ за семь месяцев войны и за последний месяц. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины. Читайте на канале РБК Украина в Телеграм.